А что у нас на моем анкете? У меня все есть. Здравствуйте, уважаемые судьи и зрители! Всем привет! Меня зовут Миша Поддубняк. Мне 6 лет. Я пришел на Украину «Мои таланты» за тремя датами, чтобы стать известным телеведущим. Здравствуйте, уважаемые судьи и зрители! Молодец! Потому что это хорошо. Я хочу зарабатывать деньги. Много денег. Слава Фролова, я думаю, 5000. Кондратюк, я думаю, 1000. А дядя – 2000. А почему Кондратюк меньше всех зарабатывает? Ну, потому что, может быть, он говорит всем «нет». Ну, почти всем. А почему Слава больше всех? Ну, я думаю, потому что она добрая, всем говорит «да». Но иногда, может быть, нет. Ну, он понимает, что телевизор – это не ящик, который висит на стеночке. Я просто помню себя в его возрасте. Ну, я не представляю себя в 6 лет, чтобы делать такие вещи, которые он делает сейчас. Смотри, Миша, судьям нужно, чтобы они увидели, как ты чувствуешь себя уверенно на сцене. Вот мой папа хочет тоже стать телеведущим и еще хочет купить себе джип большой. Сейчас он работает на складе. Помогаем оба, но папа больше. Ну, я да. Папа идейный вдохновитель. Папа не скромничает. Я беру, ну, о чем не скромничать. Я и сам пробовал, но взяли пока Мишу. Папе сказали, папа, подожди. Вначале папа с Мишей пойдет. Поэтому я с удовольствием беру инициативу в свои руки и даже в чем-то, может быть, в его каких-то успехах воплощаю свои невоплощенные мечты. Возможно, они еще воплотятся. Посмотрим, как жизнь. Может, я буду его продюсером. Или дуэт. Или, может, Кондратюка уговорим. Продюсировать посмотрим. Какой у тебя талант? У меня талант шутить. Правда? Да. Ты много знаешь людей, которые умеют... Шутить. ...по-настоящему? Ну, вообще нет. Миша. Что ты с этим что-то делаешь? А Игорь Кондратюк шутит? Я скажу больше. У меня банкета есть, ребята. Я вам прочитаю. Тут вот, что Миша написал. Что он ничего не боится и никого не боится, кроме нет Кондратюка. Совершенно людина. Ах ты ж, ты ж все про меня знаешь. Да. Мишка, начинаем. Как-то мамка спросила у папки, почему ты принес так мало зарплаты? А папка мамке и отвечает, так в банкомате отверстие для выточа денег. Кузенькая, кузенькая. Папа так любит мою сестру Кристину, что когда выпивает рюмочку, то ею занюхивает. Это все из реальной жизни, да? Абсолютно. Недавно мы с дедушкой были в супермаркете. И кассирша вместо кефира случайно просканировала дедушку, но компьютер показал продукт просроченный. Моя бабушка писатель, поэтому когда ей изготовили новенькую вставную челюсть, то дедушка почему-то стал называть ее акулопера. Недавно наш хомячок научился хрюкать. Это произошло, когда я случайно уронил на него гантелю во время домашней тренировки. Вообще-то он научился еще и разговаривать. Но то, что он сказал, я не имею права повторять в эфире. У нас в школе толстая девочка Света играла с ребятами в игру крокодил. Но как бы она не старалась показать цветочек, детям все равно угадали бегемота. И вообще, люблю ходить в школу. Там здорово. А в завершении хочу сказать. Любите и уважайте своих родителей, родных, близких. И улыбайтесь, господа. Улыбайтесь. Барон Менхаузен. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Смотри, Мишунь, ты талантливый мальчик. Но юмор очень сложный такой жанр. Очень. Вот ты сам говоришь, что даже не знаешь никого в этом жанре. Ты делаешь неплохие попытки. Публике нравится. Нам тоже нравится. Но мы здесь, в жюри, сидим для того, чтобы отобрать участников для прямого эфира. Для участия в сложной борьбе, где будут очень опытные и сильные ребята. Мне кажется, что тебе немножечко нужно подготовиться. Ну, совсем немножко. Ты талантливый и способный. Я в тебя верю. Но в этом году, боюсь, что лично я, я скажу нет. Спасибо. Зизю, а ну-ка, ты что думаешь на эту тему? Я вижу, что действительно почутствие гумора пропадает с каждым сиденьем за столом с нами. Не подобается, я сразу скажу так. Спасибо большое. Миша, у тебя есть «нет», есть «да» и страшный кондратюр. Михайло, очень страшный. Дивись, тебе шесть роков? Так. Ну, для шести роков ты просто супергуморист. Честно. Ну, мне подобается. Мне еще подобается, что ты при этом не смеешься. Потому что я не люблю, когда гумористы делают жарты и сами из этого регочут. Это, по-моему, моветон. Я вагаюсь, и у меня 50 на 50. Михайло, у тебя два «так», потому что я так же скажу тебе «так». Спасибо огромное. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова